Ах, молюсь Бандикаму, чтобы больше такого не случалось. Аминь! Всем привет, друзья и товарищи! У меня сейчас было очень весёлое занятие, знаете какое? Восстанавливать половину прошлой серии. Я ненавижу Бандикам, но почему-то продолжаю им записывать. Ну, потому что ОБС я так и не освоила, для меня это слишком сложно. А другие какие-то программы... Ну, скачивала я одну, но вроде как она больше всё-таки для монтажа подходит. А у меня для монтажа уже есть одна хорошая программа, поэтому пока не знаю. Иногда эта скотина выкидывает вот такие вот фортыли, я его люблю и ненавижу, но пока что для меня это самая удобная программа для записи, то есть особо никуда не денешься. И всё же надо думать переходить уже на что-то другое. Короче, мы остановились в прошлый раз на том, что нам надо было поискать журналистку в музыкальном кружке. Я всё-таки намерена идти до конца в этом плане, чтобы не флиртовать с Шуриком. Но если так окажется, вот библиотеку мы уже провалили, и если так окажется, что и художественный кружок мы сейчас провалим, то, ну, конечно, я расстроюсь, конечно, я так пофорчу себе под нос, но всё равно пойду флиртовать с Шуриком. Типа, надо же как-то, блин, выручать товарищей, раз уж им сдался этот видик. Вообще можно было бы, знаете как, на самом деле можно было спокойно вернуться назад и сказать, ай, и не предлагать вообще никакую помощь. Типа, пускай бы сами разбирались без меня. Но мы же нашли друзей, мы же хотим помочь, мы вроде как добрая, поэтому всё вот это и происходит. Ну да ладно, пойдёмте навестим Мику, я очень надеюсь, что мы её увидим. На второй раз мне всё-таки удалось найти журналистку. Это действительно можно считать огромным везением. Она лежала на диванчике из матов и перебирала небольшую стопку газет, вырезая из них какие-то фрагменты. Диванчик из матов. Не, я понимаю, какие маты имеются в виду, но всё равно странно звучит. О, ящерица, день добрый. Как здоровится? Слышала что-нибудь интересное? После того, как мы с ней познакомились чуть получше, она всегда начинала разговор с вопроса про новости. Ох уж эта погоня за сенсациями. Мы договорились. Я буду рассказывать ей, что слышала, но и она взамен будет рассказывать то, что интересует меня. На том и спелись. Привет, всё в порядке. Слышала, но там не особо интересно. Потом расскажу. А чем занимаешься? И где Мику? Материал для стенгазеты собираю. Самое интересное и животрепещущее. А муза с самого утра помогает с чем-то по намке. Так что слышала-то? Колись! Она отложила ножницы и потянулась за своим верным товарищем, блокнотом. Ну ладно. Бают, что ёж за красавицей увязался. Да даже сама только что видела. Он у неё в художественном кружке сидел. Да саждал. Девушка сделала заметку, а затем подняла на меня заинтересованный взгляд, в котором читался немой вопрос. Что ещё? Блин, а чё, это такая интересная новость, что ёж увивается за красавицей? Вашу жмашу, блин, да он тут за половину лагеря уже увязывался. Пока всё. Надо было рассказать. А, хотя нет, мы же пока ещё к Шурику не ходили. Можно было бы, конечно, намекнуть на то, что Шурику очень интересен протез Яны, но... Но уж ладно уж. Она со вздохом захлопнула блокнот, но, по всей видимости, принесённая мной весть всё же её удовлетворила. Теперь моя очередь задавать вопросы. Блин, я думала, тут будут в почёте такие новости, как кто-то из столовой украл сосиски, например. Или яблоко, как Ульяна. Так, вопросы. Ну, я знаю, что мы с ней можем точно так же, как с Женей, поговорить сначала на отвлечённые темы, а потом уже на нашу самую главную животрепещущую. Давайте узнаем её получше немножко. Почему тебя так сложно найти? Я везде и нигде, потому что... В плане... Ну, сейчас мне очень повезло, что я смогла найти тебя здесь. Обычно или ты меня находишь, или мы встречаемся совершенно случайно. А-а-а! Да просто я поставила себе цель и всегда находиться в движении. Ловить момент. Вот я и не сижу на месте. Можно сказать, что это моё кредо, потому что идеи не терпят обдумывания. Блин, я с тобой согласна, но... Меня весь этот январь просто одолевает лень. Я просто хочу сидеть, лежать тюленчиком и ничего не делать. Чем дольше ты размышляешь и прикидываешь варианты, тем быстрее перегоришь и начнёшь сомневаться. Как говорится, чем смелее мечта, тем менее она жизнеспособна. Ой, философ. Играешь на чём-нибудь? Конечно! Ты попробуй с музой пару недель пообщаться. Сама не заметишь, как обуздала какой-то музыкальный инструмент. Сейчас учусь играть на корнете, а в целом неплохо справляюсь с гитарой. Она взмахивает рукой, словно проводит пальцами по струнам невидимой гитары. Чё невидимой? Вон, электр стоит или акустика. Бери, играй. Это движение было столь естественным, что я практически услышала взятый ей аккорд. Можно я подушню? Для того, чтобы было слышно аккорд, надо двумя руками изобразить движение, потому что без прижатых струн ничего не получится. Ну, хотя... Блин, а есть же вроде аккорд какой-то на открытых... Нет, по-моему, на открытых струнах всё-таки аккорда нет как такового. Надо зажать. Ну, ладно. Долг Шурика. Да, было дело. Не знаю, в курсе ты или нет, но в лагере существует такая традиция, как обязательное желание. Ещё одна традиция. У вас тут... Я поняла только, что вы меняетесь чем-то, что, ну, объединяетесь просто вот в эти разные группировки и потом стоите друг за друга, что там галстуки носите, не носите, вот это вот всё. Его можно проспорить, проиграть в карты, отплатить им за значительную помощь или даже преподнести в виде изменений за... А, наверное, извинений всё-таки за какой-то проступок. Это такое желание, которое обязательно нужно будет выполнить. Иначе будет беда, если должник откажется. А будет беда, это тоже одно из ваших суеверий или там на самом деле беда какая-то? Похоже, я с этим даже сталкивалась. Пока все традиции, с которыми я сталкивалась, всегда к беде. Забавно даже. Неужели нет больше никаких, что не грозят какой-то анафемой? Журналистка немного наклоняется вперёд, словно делится секретом. Есть, конечно. Например, когда ты пишешь свою кличку на стене. Это значит, что лагерь полностью тебя принял. Ты заслужила доверие и останешься в истории. А ты действительно веришь во все эти суеверия и прочее? Девушка окинула меня долгим, удивлённым и растерянным взглядом. Как не верить-то? Ты чё? Да. Наконец, кротко ответила она, потупив взгляд. А, я думала, надо отвечать более уверенно. Типа, да, конечно. А ты что, не веришь? Да как ты могла вообще? Ладно. Нужно сменить тему. Что-то тут не так. Блин, а может быть, прикиньте, журналистке нравится Шурик. И у нас тут сейчас любовный треугольник образуется. Вот это, конечно, будет весело. Так. А за что тебе должен Шурик? Блин, спросить или нет? Давайте я на всякий случай сохранюсь. Можно на Женю. Это уже особого смысла не имеет. Всё равно. Или это настолько личное, что ты не скажешь? Видимо, да. Но это долгая история и, в общем-то, довольно личная. Не могу всё рассказать. Но в целом, это был своеобразный бартер на нужную ему информацию. А, может быть, он у неё как раз информацию какую-то про Яну выпытывал? Блин, а ведь это логично. Это логично. А можно ли передавать обещанное желание? В смысле? Это в смысле, чтобы Яна за Шурика типа что-то выполнила и Шурик бы потом в благодарность разрешил пользоваться видоком? Не, ну такой вариант, я думаю, допустим. Почему нет? Всё же лучше, чем настраивать его на чувства, которых нет. Да, если это было заранее обговорено и должник не против передачи своего долга какому-то конкретному лицу. А, блин, так это ещё надо с Шуриком поговорить. Мне кажется, он откажется. Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь. Не просто же так ты об этом расспрашиваешь. Можешь отдать это желание мне? Ой, прости, но я не могу его тебе отдать. Без обид, ладно. Ну, а кто обещал, что будет легко? Сука, придётся флиртовать. Почему-то я так и знала? Вот меня расстраивают такие выборы, которые, по сути, ни к чему не ведут. Ну, то есть, зачем тогда нужна вариативность, если всё равно всё к одному и тому же сводится? Это прям грустно. Всё в порядке, я понимаю. Ладно, попробуй придумать что-то другое. Подожди. Журналистка снова берётся за блокнот и кидает на меня вот этот взгляд. А зачем оно тебе было нужно? Чё, ты серьёзно собралась статью писать? Яна Миронова из, там, я не помню какого отряда, можно сказать, из группы воробьёв захотела исполнить желание Шурика, взять его на себя. Это такая сенсация будет? Я, наверное, улыбаюсь самой невинной улыбкой, какая только может быть и подмигиваю пионерки. Секрет. Теперь точно можно идти в кружок радиотехники. Блин, отчего уходила к тому и пришла. Честно, капец какой-то. Пол прошлой серии я пыталась от этого убежать и вот сейчас в начале ещё 10 минут потратила. Зря. Так, у меня пропуск, ну, по идее, должен сработать, если я нажму на тап. Тогда давайте, как водится, побыстрее с этим разделаемся. Хотя, смотрите, можно ещё спросить, какие фильмы у них есть. Я думаю, вам это тоже будет интересно. Давайте поспрашиваем. Ну, лагерные кассеты не очень интересны. Старые фильмы или мультики. Безрук отдал нам на время Терминатора, Кровавый спорт, Рокки и Рэмбо. А Терминатора так какого? Я, вот честно, я не смотрела ни одного. Но я так предполагаю, что первого Терминатора, мне кажется, второй вышел как раз где-то в 90-х, в середине или в конце. Вот, а первый в 80-х уже, судя по всему, был. Так что, наверное, речь идёт о первом. Я в эту смену взял у отца Красную Жару и Профессионал. О, Профессионала мы смотрели, причём не так давно, вот буквально, с Фоксом и с Флохой. Ну, такое, как бы, не совсем мой фильм. Про Красную Жару я, кстати, тоже слышала, но, по-моему, не смотрела. Это тоже что-то около кроваво-боевиковое. А я привёз Кошмар на улице Вязов. Опа! А вот это уже к Флохе больше. Он все части посмотрел. Я, кстати, тоже, представляете, ни одной части не смотрела. Вот как-то он мимо меня прошёл и всё. Ужастики я смотрела и довольно много, но вот немножко другие. Только не рассказывай об этом никому, ладно? А то придёт Фредди Крюгер ночью, да, и укусит собачёк. Ладно. Ну, пошли флиртовать. Господа. Так. Раз флирт, два флирт. Сейчас мне надо будет, наверное, остановиться, а то пропуск улетит сильно вперёд. Три флирт. Как же это подло на самом-то деле. Действительно. Ну, в общем-то, я, наверное, и эту сцену могла промотать, потому что мы это видели, но на всякий случай. Вот самое, что разочаровывающее, что спектру у них нет, да, есть только видик. Но, тем не менее. А вот теперь мы со слоном идём на спортивную площадку. Судя по всему, Яна хочет записаться в кружок волейбола. Ну, или просто поиграть. В общем-то. Наверное, сейчас у нас произойдёт эпохальное знакомство с физруком. Я же помню, что в каком-то из модов он был. Такой мужик, прям такой с лысиной, с пузиком, по-моему. Вот что-то такое. Ты точно уверена, что хочешь туда записаться? Не самая хорошая идея. И, кстати, давайте я сохранюсь теперь уже официально вот на это вот. Хотя, блин, можно было, наверное, и с того сохранения начать. Но раз уж я и по тому кружку побегала и по этому, то будет логично, если я сохранюсь заново. Раньше у меня очень хорошо получалось. Наша команда постоянно занимала первые места на соревнованиях. Хотя бы попробую, каково играть одной рукой. А что, с протезом вообще никак играть нельзя? Он у тебя вроде крепкий. То есть одно дело, когда ты паяльником там паяльник схватила раскалённый или в воду его окунула. Другое дело, когда мячик. Волейбольный же не самый тяжёлый, но она хочет, я так понимаю, значит, попробует всё-таки играть, но одной рукой отбивать. Значит, хорошая она спортсменка. Ладно, предупреждаю заранее. Физрук, бывший афганец, был командиром моего брата, поэтому нрав у него соответствующий. Не обижайся, если что. Блин, а мне кажется, вот подавляющее большинство физруков вот такие. У нас на работе тоже парочка таких имеется. Я вот лично не общалась, но в общем, имею представление о том, как они разговаривают на уроках. Это не в том смысле, что они там какие-то грубияны, но у них вот ну манера такая просто. Такие прям суровые мужики. Я таких побаиваюсь. Манера общения у него своеобразная, но вот наблюдать за такими персонажами где-то в фильмах или вот озвучить таких, вот мне кажется, это чем-то прикольным. Хорошо, пошли. Слон кивнул и открыл дверь спортзала. Внутри оказалось на удивление тихо. Ни тебе азартных криков, ни присущей подобным местам всеобщей вакханалии. Ой, там что-то было. Да, вот, это тот самый мужик. Блин, а в каком же моде? Не в Саманте случайно он был? Я помню, что это был какой-то крупный мод. Или, подожди, в булках и кефире? Возможно, но не помню. Короче, напишите, кто знает. Я уже реально в этих модах просто запуталась. Когда мы вошли, я, блин, не успела прочитать, что там на стенах написано, но понятно, какие-то мотивационные плакаты. В нашу сторону развернулся самый массивный человек, какого я только видела в своей жизни. Теперь фраза гора мускулов стала мне максимально понятной. Мужчина жестом пригласил нас подойти. Слоняра! Ты шо ночами делаешь? Вон мешкари какие под глазами. По девкам бегаешь, шо ли? Ладно, шучу. Лучше бы по площадке круги понаворачивал. Бокаска на ремне уже висят. Добрый день, Али... Добрый день. Блин, я тоже люблю такие приветствия корявые. Добрый день, Александр Ильич. Как-нибудь пробегусь. Ах, пробежит он, ска. О, на Хайро погляди. По всему лагерю шустрит. Патлы по ветру развиваются. За красавицей бегает японский городовой. Он, конечно, дубина стейросовая, а понимает. Что, можно прочитать? Болван, дурак и тому подобное. А, спасибо. Я как раз с этим словосочетанием сталкивалась обычно, когда читала книжки. Вот, понятно, что в разговорной речи оно уже, наверное, лет 20 или того больше не употребляется, но тем не менее. Хорошо, на самом деле, что делаете такие примечания. Вдруг эту новеллу читают действительно кто-то прям сильно младше меня или кто в принципе литературой не интересуется. Да, им будет понятно. А это кто? Та самая новенькая? Физрук указал на меня своим огромным узловатым пальцем. Ну вот и скажите мне, вот вы, будучи девочкой из богатой, ну, обеспеченной, так скажем, семьи, я думаю, слово богатой было бы даже уместно, потому что родители там из КПСС, ни хрена себе, как бы, и японский протез, вряд ли она общалась с настолько мужиковатыми мужиками, блин, вот как это сказать, да, то есть, которые могут выматериться там через слово, которые могут харкнуть все под ноги, короче, это, у меня есть любимый номер в Уральс-Пельменях, школа мужика называется, я, господи, я просто обожаю, я готова его вот раз сто пересматривать, когда Дмитрий Соколов изображает вот этого самого мужлана такого типичного, и к нему приходит мясников, такой весь из себя, маленький, щупленький, такой, Соколов спрашивает, ты кому служил? Говорит, я жене служил, это просто одно удовольствие наблюдать, вот это вот, то есть, вот такие мужики, как Соколов, мне кажется, вряд ли я не, они встречались, прям часто, и по закону жанра, обычно в таких ситуациях, главный герой находит общий язык с такими людьми, вот как по мановению волшебной палочки, то есть, они начинают друг друга понимать, им типа ок, вот сейчас и посмотрим, так ли я на себя будет с ним чувствовать, ну, я думаю, что это на самом деле предсказуемое, контакт установится быстро, да, та самая, хочет волейбольный кружок записаться, во как, мужчина обернулся и своим громовым голосом сказал, разминаемся, шо сидим, слова эхом разошлись по всему спортзалу, Александр Ильич смирил меня долгим задумчивым взглядом, а затем резко бросил через плечо, я все вижу, линза, разминаемся, ска, парень в очках, что в отличие от остальных не стал отжиматься, когда физрук отвернулся, подскочил, как ужаленный и принялся резво выполнять упражнения, да ну елки-палки, мы ж не на уроке физкультуры, где всех надо заставлять это делать, че тут делают вот, вот такие вот парни в очках, ну блин, я ни в коем случае не хочу обидеть парней в очках, просто, как правило, такие люди не особо-то и спортивные, ну хотя, может быть здесь другой случай, ты ящерица? да, даже он знает мое прозвище, откуда? уж ты-то мог меня хоть по имени назвать, упало бы от тебя что-нибудь, кусок бы оторвался, на мгновение в глазах физрука промелькнула тень сомнения, но только на мгновение, ладно, шо вафли-то жевать, проблема сложная, но понятная, на пальцах, на примере объясню, был у нас в отряде один хромой лупозер моченый, и дохромать он смог только до первой мины, смекаешь? я не буду брать коле тебя в секцию, еще остановился вовремя, смотри-ка, мне проблемы потом в нос не уперлись, все, Александр Ильич развернулся и пошел к разминающимся пионерам, красноречиво давая понять, что разговор окончен и решение окончательное, ну давай, моя девочка, убеди его, герл пауэр, давай, вперед, это было неприятно, словно внутри какой-то рубильник дернули, да че-то все это действие, ты знаешь, наполнено неприятными событиями, мы вроде стараемся как лучше, а выходит, блять, как всегда, в горле появилось скребущее ощущение, че-то она как-то болезненно это воспринимает, я думала, все как-то получше пройдет, даже прям жалко стало, если честно, я понимаю, если бы мне такое сказали, я в принципе человек не спортивный, но если бы это был не спортзал, не волейбольная секция, а что-то другое, эй, ты как, я же говорил, что это не самая лучшая идея, не расстраивайся, в волейбол можно и вне секции играть, все хорошо, я, пожалуй, пойду, спасибо, что помог, ты куда, все точно в порядке, да, не переживай, загляну к вилке, ладно, бывай, блин, а слон тоже так-то прикольный, может с ним замутить, наверное, вы думаете, о, ненормальная, господи, отстань уже от этих всяких романтических идей, просто читай, хочет она романтики, ай, ну, наверное, Яна сейчас попросит у Виолы какой-нибудь анамнез, так сказать, в справке, что Яне можно играть в волейбол, да, годы идут, а спортсмен не меняется, но я же по глазам вижу, что это не основная причина твоего прихода, Вы правы, есть еще одно, после того, как я начала общаться с воробьями, со мной начали происходить весьма заметные метаморфозы, ага, то есть она сама заметила, что, может быть, стала более смелой, более дерзкой какой-то, и совершает какие-то поступки, которых раньше, может быть, не совершила, не в моих правилах было вводить в заблуждение или зло подшучивать над кем-то, а сейчас я начала делать это настолько непринужденно, что уже не узнаю себя. До этого лета у меня было какое-то сформировавшееся твердое убеждение, которое невозможно выразить словами, но стоило безмолвно разделить его с кем-то еще, как оно разрушилось. Дорогая, ты же у нас умная девочка. Вот скажи, когда человек меняется и переосмысливает какие-то вещи, то что это означает? Этот человек взрослеет. В яблочко? Да и к тому же, что-то по приезде я не заметила у тебя нимба над головой. Ну, тоже верно. Если бы ты хотела стать паенькой, то явно бы выбрала монастырь, а не лагерь. Во всем, что ты перечислила, нет ничего ужасного, если это никому не вредит. Ну как, флирт с Шуриком навредить может. Разве быть до тошноты правильной весело? Ну так и не надо быть до тошноты правильной, надо ж меру знать. Да, вы правы. А я когда-нибудь ошибалась? Когда с Шуриком мучила траллельной реальности. Она немного подается вперед, в глазах озорные огоньки. На моей памяти никогда. Ну вот, дай угадаю, дорогая. Воробьев ты считаешь товарищами, но мысли о дружбе сразу же отгоняешь. Верно? Женщина слегка улыбается и задумчиво щурится. Верно. Для дружбы же нужно время, годы общения и доверия. Нельзя называть человека другом, зная его всего ничего. Ну, и да, и нет. Сильна именно близость духовная, а не какая-то иная. Если ты хочешь искренне кому-то помогать и знаешь, что когда потребуется, то они помогут тебе, если с ними ты чувствуешь себя весело и беззаботно, то разве это не друзья? Будешь долго думать о высоком и постоянно сомневаться, то так и мечтательник разбить недалеко. Впервые вот это вот слово в таком контексте вижу, эвфемизм такой. Даже возразить нечего. Она точно фельдшер, а не психолог под прикрытием? Короче говоря, кажется, дорогая, я понимаю, какая у тебя болячка и как ее надо лечить. Правда? Расскажете? Конечно, расскажу. Я же человек медицины, это моя работа. Хоть я и не психолог, но вот есть у меня стойкое ощущение, что именно сейчас очень даже хорошо у меня получится поработать с этими тонкими материями. Диагноз нехватка духа юности в организме. Она прищелкивает пальцами. Это как? Ты сейчас как бы так выразиться? Человек с вилкой в мире супов. С вилкой звучит двусмысленно, учитывая, что тебя тоже вилкой называют. Пойми, это действительно очень необычный лагерь. Возможно, тут не все хорошо, впрочем, как и во всей стране сейчас, но именно здесь вещи находятся на положенных им местах. все связано между собой многолетней историей и жизнями совершенно разных людей. Эти связи крепкие и глубокие, как корни старого дуба. От корней вверх идут такие вещи, как дружба, радость и любовь. Я все еще не понимаю, что именно вы имеете в виду. Все очень просто. У вас, молодых ребят, мир совершенно другой, нежели у нас. Ой, такая старая, я не могу, 30 лет, ну спасибо, блин. Если стараться вырасти быстрее, постоянно заглядывать вперед, занимать себя смутными мыслями о будущем, то ты очень многое потеряешь, дорогая. Этот лагерь живое, материальное воплощение вашего юношеского мира. Именно мы, когда были молоды, и вы, нынешние, его сочинили. Это редкий шанс вырваться из злой реальности, пусть и игру, но все же по-своему настоящую. Посей зерна дружбы в этой почве, и они прорастут невероятно быстро. Закопай сомнения и страхи, и они растворятся в ней. Дальше идти будет легче. Перестань упираться, считать себя слишком взрослой для этих традиций и суеверий. Тогда ты и сможешь наконец-то полноценно задышать полной грудью. Используй эту возможность еще чуть-чуть побыть ребенком с широко открытыми глазами, что дала тебе жизнь. Возможно, нет, невозможно, а нужно пересмотреть свои взгляды на уже фундаментальные, казалось бы, вещи. Иначе ничего не изменится. Теперь понимаю. Спасибо вам, даже не могу подобрать подходящих слов, чтобы выразить, насколько я благодарна. Ну-ну, давай без высокопарности и так уже достаточно. Помогать моя работа. Обращайся. Кстати, поговаривают, что ты хочешь пойти учиться на врача, это правда? На судмедэксперта. Хайер язык за зубами держать не умеет. Это никогда не было его сильной чертой. Про врача правда. А почему ты никогда об этом не говорила и даже никаких намеков на это с твоей стороны видно не было? Вы не спрашивали. К тому же было бы странно, если бы я, например, постоянно носила с собой лекарства и при любой царапинке у кого-либо подбегала и начинала блистать своими познаниями в этой области. Действительно. Так вот, мне завтра утром понадобится помощь в медпункте. Подсобишь? Это самая малость, что я могу сделать, чтобы отблагодарить вас за выслушивание моих жалоб и данные вами наставления. Вот и славно. Ее глаза снова загораются. Она сверкает белозубой улыбкой. Блин, прикольно. Виола, конечно, она и так была топ, но здесь ее прям таким понимающим персонажем сделали. Да, она сама была из воробьев, она сама, видимо, сохраняет в себе вот еще этот какой-то дух бунтарства, но все-таки, так как она взрослый человек и медработник, она обязана это сдерживать немножко при себе и выслушала в конце концов. Блин, то есть, получается, я насчет Яны и физрука была неправа. Я думала, что как-то все у них пройдет легче, но ладно, авторы мода, вы меня удивили. А может быть, эта сцена, если она взята из дома, в котором, то там тоже так было. Что ж, наконец-то наступил вечер, я так понимаю, мы можем пойти погулять. А, мы же в старый лагерь должны были пойти. Вот, наконец-то этот момент и настал. Алиса, так интересно, она набросила курточку поверх своей формы. Ей очень, кстати, идет, прям очень стильно. Ей вообще вот эта лагерная форма не очень, как по мне, особенно, когда она футболку узлом не завязывает. То есть, ее как будто нарисовали такой хулиганской, что... Или мы ее, вот, читатели или это, привыкли видеть с завязанной футболкой, такой немножечко хулиганской, что аккуратно заправленная форма теперь смотрится как-то дико. Но курточка зачетная. Остальные... Ну, хайр, понятно, хайр у нас теперь так и будет ходить с хвостиком. Блин, да чего ж ему так хорошо? Вот, а все остальные просто с галстучками, как обычно. Так, медузи и панамки мы примелькались. Даже липу лип... Подожди, даже липу липить не придется, так что ли? А, из этого всего что следует-то, что медуза и панамка за ними бдят? И мы сейчас не уйдем? Так, медузи и панамки мы примелькались, даже липу лепить не придется. Ждем подходящего момента и уходим с концами. Может, пока посмолим? Слон сделал характерный жест рукой. Где, на виду у панамки, что ли? В первом это делать как бы некрасиво будет. Идея! Пошли! Будем тогда по парам уходить. Менее палевно. Мы пошли. Следующие идите через минуты три-четыре. Главное, голубям на глаза не попадитесь. У этих могут вопросы возникнуть. Встречаемся на поляне. Интересно, почему в первом лагере нельзя курить? Типа, это для них какое-то священное место? Алиса быстро огляделась по сторонам, сделала ручкой и быстро юркнула вместе со слоном на ближайшую тропинку между кустов. Ишь, какая! Слона утащила! Заиграла песня какой-то неизвестной мне исполнительницы. А, точно, у них же второй вечер танцев идет. Та-та-та, почему они не включают ничего зарубежного? Одна попса, да скукота. Мне тоже не нравится, но и американская тарабарщина не катит. Ничего не понятно, да и бабушка говорит, что они в своих песнях сатанину восхваляют, а ты больше бабушку слушай. Действительно, опиум для народа. Эээ, это ты согласна с котом? Или с Ульяной все-таки? Да ладно вам, я бы не назвал это попсой. Вполне нормалек, музычка. А зарубежные запретили же включать. Медуза через администрацию даже бумажку какую-то сделала. Это как в наше время запрещают концерты всяких там Мэрлинов, Мэнсонов, потому что они, ну, сами знаете, небось, какое шоу на сцене устраивают. Типа, ничего так не вредит советскому воспитанию, как американская пропа... это самое. Туфта! Где она ее тут увидела? Хайер ничего не ответил, а только пожал плечами, продолжая отбивать ритм играющей песни ногой. Ладно. Кот, почапали, сказал он, когда припев отыграл во второй раз. А, то есть вы мне Ульяну оставили, вот спасибо. Парни ушли вслед за Алисой и слоном. Ну что, ящерица, готова к обряду просвещения? Просвещение или посвящение? Какому еще такому обряду? Ты должна будешь остаться одна на ночь в первом. еберный балет. Ну, в принципе, мы и так по большей части там всегда ночью тусили. По ее лицу сразу было понятно, что она нагло врет, пытаясь запугать. А, то есть ничего такого не будет? Ой-ой, напугала. Да ну тебя! А если серьезно, что будет? Кличку твою на стене нацарапают, и ты, как воробей, клятву прочтешь. Вот и все. Это в той самой комнате, где Ленка Дура написано. Станешь частью лагеря. Сможешь себя по праву называть одной из нас. Звучит интересно. Стена, клятва. Это действительно что-то необычное. Стану частью лагеря. О! Помню, как впервые побывала в пионерлагере. Это было пару лет назад. Смена прошла скучно, но, видимо, она была в другом лагере. Такая правда скромненькая стоит. И, блин, у нее там даже на заколке логотип Zero Impact. Ну и, конечно, еще со своей рукой. В воспоминаниях даже зацепиться не за что. А тут явно будет что вспомнить. С того летнего месяца у меня остался лишь полароид, где я навечно осталась 15-летней девчушкой с целой левой рукой. Опа! Здравствуйте! Что вам надо? Эй, ты заснула, что ли? Передо мной собственной персоной стоял еж. В переливающемся свете гирлянд его щеки казались особенно дутловатыми. Я, блин, когда его первый раз увидела, думала, что, может быть, его с Яной хотят свести. У него, типа, рука забинтована. Понятно, что это настоящая рука, не протез, но все же. Как будто какое-то что-то общее есть. Еще и волосы рыжие. Глаза вообще какие-то фиолетовые. Но как-то таким его персонажем неприятным выставили, что теперь не дай боже. За внешним лоском легко распознать мелкие поросячьи глазки, смотрящие перед собой испытывающе и колючо. Ящерица же, да? Пошли потанцуем. Ты к моей сестре подкатываешь. Че теперь к ней пристал? Или там уже все? Сестрица смогла тебя послать куда подальше? Твянь, малявка, не с тобой разговаривают. Ох, это что? У Ульяны сейчас вена на лбу от злости вздулась, что ли? Нужно срочно уходить, пока она ежу в волосы не вцепилась. Мы уходим. Сейчас. Я потянула кузнечика за рукав. А куда это вы? Не твое дело. Лучше шел бы ты в бухгалтерию. А затем она предложила ему ретироваться посредством исчезновения и отправиться в короткое путешествие сексуального. Короче, в бухгалтерию. Еж был ошарашен, а кузнечик явно довольна с собой. Я думаю, Ольга Дмитриевна и Медуза тоже были бы ошарашены, если бы это все услышали. Ульяна! Не, ну а что? Он только так и понимает. Я уже говорила не обращаться ко мне по имени. Ты вообще откуда такие слова знаешь? От деда. Он строителям больше 30 лет отработал. Да, суровые, суровые строители. В воздухе все еще витал запах табачного дыма, а ребята нетерпеливо ждали, переминаясь с ноги на ногу. Земля была все еще влажной после ночного дождя. Идти через лес по грязи будет то еще развлечение. Проблемы были? Кроме долбанутого ежа, который ни одной юбки не пропускает. Все в порядке. Он уже начинает бесить, сказал Хайр, сжимая кулаки. Только начинает? Расслабься. Обычно он не доставляет хлопот. Смена долгая. Потом придумаем, что с ним делать. Ага, двинули короче. Приходилось продираться через кусты и ветки, что так и норовили вдарить по лицу, будучи подвинутыми в сторону идущим впереди. Спустя 15 минут маневрирования по грязи не выдержала Ульяна. Сначала она томно вздыхала, затем изредка едко комментировала происходящее и наконец Я задолбалась, блин, идти нафиг! В сердцах воскликнула она, в очередной раз оступившись и угодив ногой в небольшую лужу. Завели, блин, а я должна тут по грязи фигачить. Сколько еще идти, а? Тебя никто силой не тянул. Сама пошла. Вообще капец. Зачем ты пошла, если всю дорогу ноешь? У меня уже глаз из-за тебя дергается. На пару минут воцарилось молчание, но только на пару минут. У меня уже палец болит на ноге, блин! чтобы я еще хоть раз пошла в этот ваш гребаный лес. Еще дождь был, грязь везде, мокрая. Я думала, ее сейчас пристукнут. Наконец-то кузнечик замолчала, и мы вышли на прогалину, где нашему взору открылся он. Первый. Старый. «Слава Богу!» сказал он, шумно выдыхая и потирая обоими руками уши. Первый представлял из себя довольно пугающее зрелище. Приземистое обветшалое здание, стены которого покрылись копотью и обнажили гнилые обугленные доски. Щербатая улыбка крыши, зияющая пробоинами, и пустые глазницы окон, смотрящие в пустоту. Поистине кладбищенский пейзаж. «Очень жуткое место, если честно». «Да, наверное, именно так и выглядит прошедшая юность. Или же будущее в глазах подростков. Тут как посмотреть». «Нифига себе аналогия! Я бы-то скорее действительно это со старостью и дряхлостью сравнила, потому что лагерь старый и ветхий». «Слон, только не начинай, а! Что тут случилось?» «Говорят, что в кладовой на втором этаже случился пожар, неизвестный из-за чего, когда большинство пионеров были в походе. Никто из людей не пострадал, но здание сгорело». Он указал на крайнее окно второго этажа. Кузнечик, что наконец-то успокоилась, перестала отряхивать юбку и, подняв вверх указательный палец, поспешила возразить. «Фигня все это! Как раз таки известно, из-за чего все случилось?» Алиса скрестила руки на груди и закатила глаза. «Из-за призрака вожатой, которая была влюблена в пионера, знаем мы эту историю?» «Или у них тут свои байки?» «А, смотрите, походу, походу, так и есть». «А, только не эта бредовая история про вожатку». «Да будет тебе, пусть расскажет, если хочет». «Во-во, хоть кто-то здесь готов услышать правду!» Алиса что-то обуркнула и развела руками, а Ульяна, довольно улыбнувшись, начала рассказ. «Короче, эта история произошла лет 20 тому назад, когда первый все еще мог принимать пионера». «Там реально как будто бы кто-то стоит, или мне кажется?» «В ту последнюю смену произошло роковое событие, навсегда изменившее это место. Молодая вожатая, которая работала в лагере уже третью смену, неожиданно и спонтанно влюбилась в одного из воробьев». Эта история реально кочует просто из мода в мод, из поколения в поколение. Эта любовь была столь сильна, что она не смогла удержать ее в тайне и призналась ему, но чувства вожатой были грубо отвергнуты, и она, не найдя покоя, покончила с собой. Тут версии «Одни утверждают, что она подожгла себя вместе с первым, когда все ушли в поход. Другие говорят, что она вонзила себе нож в сердце, а здание загорелось потом. Правду мы уже никогда не узнаем. А возлюбленного вожатой на следующий день сбил автобус. Теперь каждое полнолуние призрак отвергнутый вожатой рыщет по округе, ища свою последнюю любовь, чтобы забрать в свой потусторонний мир». Было видно, что девчушка пересказывала историю, которую услышала от кого-то другого. Слишком уж заучена и несвойственна для Ульяниного лексикона она звучала. Когда она закончила, повисло безмолвие. Ребята переглядывались между собой, но никто не спешил сказать хоть что-то. Первый нарушила молчание Алиса. Ну и бредятина. А еще, еще. Она так сильно смеялась, что ей не хватало воздуха. Еще тут пиковая дама бродит. Из подвала выскакивает черная рука, по второму этажу летает черная простыня. А сам первый вообще стоит на месте разрушенной проклятой церкви. Девушка все еще не могла успокоиться, продолжая звонко хохотать. А это уже святотатство какое-то. Нет тут ничего такого. Просто сгоревшее здание. Это типа эдакий памятник. Вроде того, что стоит на площади. Да, спасибо. Господи Хайер забывает такие простые слова. История впрямь оказалась по-детскому глупой и наивной. Кузнечик, ты же не веришь в это, да? Ульяна нахохлилась и сдвинула брови отвалите. Вот увидите, что я правду говорю. Только потом сами на себя пеняйте. Как страшно. Боюсь, боюсь. Сколько раз мы уже сюда ходили, а что-то никаких призрачных вожаток не заметили. Не судите и не судимы будете. Нет никаких призраков, а вот черти вполне могу. Кот, и ты туда же. Все, пошли внутрь уже. Пора к стене. Прозвучало странно, как будто на расстрел. Внутри первый выглядел не особо лучше, чем снаружи. Разве что к разрухе добавилась куча пыли. Вот это уже явно новая картинка. Раньше такой не было. Вот она, родимая, стена. Я посмотрела туда, куда указывала пионерка. Сначала не увидела ничего особенного. Стена как стена, разве что на самом если так хорошенько приглядеться, то можно вот панамку рассмотреть. Касая сказочница. Блин, аж игра подвисла от значимости этого арта. Ну, как раз пока она висит, я могу и почитать в принципе. Форель, белый, космос. Вот кто такие, ребята, я не знаю. Муза есть, причем муза через букву Z написана, или мне кажется? Нет, наверное, это Z все-таки наша, просто не видно. Журналистка, красавица Лютик. Блин, а у Лютика же тоже раньше было другое прозвище. Лабух. Это кто-то из музыкантов, по идее, должен быть, но кто это? Есть Вилка. Во, Вилка. Спортсмен физрук. Это уже все наши. Дальше какой-то хан, или мне кажется? Ласка, стах, медведь, биф. Бес, спичка, мишка, ноткин. Тоже, видимо, кто-то из музыкального клуба. О, лис, да, все-таки у нее раньше была кличка, связанная с лисой. Мельпа, потом что-то зачеркнуто, непонятно что. Слон, кот, кузнечик, хайр. И теперь сюда еще и наше имя должны писать. То есть, действительно, под всеми этими картинками можно увидеть имена конкретных объединений. И голуби в самом-самом низу. Мне интересно, имена, которые выше специально потертые. Медуза, Крикун, Самозванка, Гамлет, Слепой, Стерва, Мегера. Ага, то есть, Стерва это бывшее пронвище Жени. Русалка, Немая, Кривой и Линза. А, Линза, это же как раз тот самый, который в спортзале был, в очках. Но когда я подошла ближе, то разглядела на царапанные чуть ли не от потолка до пола встроенные столбцы кличек. Те прозвища, что были выше, уже практически нельзя разобрать, ибо они были потерты наждачкой времени, а те, что находились ниже, были вполне читабельными. Столбцов было четыре, и каждый сверху увенчивало изображение, олицетворяющее объединение. Столько прозвищ, столько лет, столько историй, стоящих за этим. Вау! Да, скажи же, аж дух захватывает, а? Сказал Хайер, подойдя ко мне и отмахиваясь от пыли. В его руке был небольшой перочинный ножик. Наверное, именно им и были выцарапаны некоторые клички. А можете рассказать про эту стену? Да легко. Слон, твой выход. Слон кивнул и откашлялся. Кхм-кхм, на стене записаны клички большинства обитателей лагеря, как бывших, так и нынешних. Это что-то типа летописи, если так можно сказать. После того, как первый сгорел, а вместе с ним почти вся информация о тех, кто стоял у истоков игры, было решено позаботиться о сохранении хоть какого-то наследия. Но до реализации идеи дело дошло только где-то лет 10 назад, поэтому сохранить все не удалось. Здесь записаны клички и где-то около 5-6 поколений групп. Сохранением и дополнением стены занимаются воробьи и некоторые синицы. Как интересно, а голуби что, сюда вообще не приходят? За них кто-то пишет эти слова. Слушайте, а до меня только сейчас дошло, какая же я тупая. Получается, что птичка-то это голубь. Птичка-голубь. А воробьи почему-то это вот этот шутовской колпак. То есть, когда я делала выборы, появлялись именно вот эти вот картиночки. Хм. Мы приходим сюда каждую смену, чтобы дополнить или изменить что-то. Синицы заглядывают реже, боятся что ли. В основном обновляют логотипы, которые сами же и придумали. Как-то так. А как вообще появилась игра? Лицо слона приобрело задумчивый вид. Он медлил, почесывая затылок. Об этом известно немного. Вроде как все началось в конце сороковых, когда и заработал первый. Кто-то из вожатых чтобы отвлечь детей от пережитых ужасов войны, придумал что-то типа конкурса. Ребята должны были разделиться на пару команд, придумать им названия, лозунги и прозвища для каждого члена команды. В чем была суть этого конкурса уже неизвестно, но он перерос в игру. Затем она начала быстро приобретать популярность, обрастать правилами и традициями, изменяться и крепнуть. Казалось бы, после того, как первый сгорел, а спустя несколько лет недалеко от него построили лагерь, игра должна была кануть в лету, но несколько вожатых, которые, будучи детьми, отдыхали в первом, возродили игру уже в лагере. Мне об этом рассказали Панамка и Вилка, больше ничего неизвестно. Слон устал и улыбнулся и оглянулся на стену. Ого, выходит игре уже около сорока лет? Получается, что да, я дополняю стену уже несколько смен подряд. Хайра прямо-таки распирает от гордости. Кажется, что он даже стал выше ростом. Похоже, это большая честь для него. Я подошла еще ближе и окинула взглядом нижние столбики прозвищ. Первыми шли воробьи. Разобрать удалось только клички трех поколений. Вилка, спортсмен-физрук, хан, ласка, пстах, блин, чу, зря я их до этого читала, что ли, медведь, п-гриф, мизинец, бес, спичка, мишка, ноткин, лис, мельпа, лютик, зачеркнуто. А, лютик зачеркнуто? А, пожите, а разве можно из одного объединения в другое переходить? То есть Славя была с ними, а потом ушла к... Это же, подожди, это синицы же получается, да? Синицы у нас творческие люди, да-да-да, есть же еще павлины получается, вот, по-моему, павлинов, кстати, я пропустила, я даже не прочитала, а там есть ангел, танцор, кто еще, модник, малая и еж, вот еж как раз таки у нас к павлинам относится, он оно как, слон, кот, кузнечик, хайр, а что значит буква П перед прозвищем? Это покойники, самые безбашенные из воробьев, кстати, не сообразила, да, не лучшая участь, ты вроде бы и легенда, но про тебя быстро забудут, на воробьях клеймо походу стоит, у всех есть покойники, кроме нас, надеюсь, что обойдется, в смысле, так у вас они и были, пиф, вон же есть, он, погляди, Алиса ткнула пальцем кличку Гриф, о, его воробейшество, этот чувак был самым лютым, какого я только видела, я была еще мелкой, когда его записали в покойнички, Гриф умудрился собрать хреновину, которая чуть не расфигачила к ядреной фене памятник Ленина на площади, понятно, с кого ты взяла пример, надеюсь, ты не собираешься закончить то, что он начал, нет, конечно, я же не такая отмороженная, как он, да, я просто небольшой такой взрыв сделаю, и тут я заметила зачеркнутую кличку в текущем составе воробьев, Лютик, подождите, Славя была с вами, да, под конец прошлой смены она ушла к синицам, стала более правильной, в свое время Лютик была той еще оторвой, ну, странно представить Славю оторвой, мы ее такой никогда не видели, мы даже частенько цапались по поводу того, кто будет всем верховодить, вот это явно неожиданно, Алиса лишь молча кивнула, с видом всякое бывает, вы там закончили с историей, да, ящерица, теперь нужно нацарапать и твою кличку, а, блин, здесь будет не Яна, здесь будет ящерица, волнующий момент, Хайер аккуратно присел на одно колено и начал медленно нацарапывать мою кличку в самом низу, места на стене оставалось не так много, наверное, следующее поколение поместится. Да уж, стена-то не бесконечная, сказала Алиса, словно уловив ход моих мыслей. Ну что, кузнечик, готова в следующую смену возглавить воробьев? Да как два пальца, резво выпалила она, явно не понимая драматичности ситуации. Алиса фыркнула. Ха, мда, готова. Вот теперь и мы здесь появились. Хайер поднялся и отошел, демонстрируя результат. Теперь на стене красовалось и мое прозвище. Теперь прочти вот это, только вдумчиво и с пониманием. Он протянул мне пожелтевший от времени тетрадный листок. Клятва? Что это? Клятва. Чтобы стать полноправным воробьем, нужно прочитать ее перед стеной. А Славе интересно говорили, ты же клятву давала, как ты можешь уйти? Ладно. Я взяла листок и быстро пробежалась глазами по написанному. Клятва была забавной и в какой-то мере даже чересчур пафосной. Но я понимала, что это не просто слова, что это поистине важно. Слушайте мою клятву и будьте свидетелями моих слов. Я оставляю след в жизни и истории лагеря. Я не забуду ни своих товарищей, ни традиций, которые я теперь должна хранить. Я часть лагеря. Я часть его истории. Я воробей. Волнующее чувство наполнило грудь и сжало горло. Это было чувство общности, но куда более сильное, чем в первый день. Оно несло за собой ответственность. Наверное, этот момент навсегда останется в моей памяти фотоснимком. Дружелюбные и радостные лица воробьев, чей дух юности так же ярок, как свет костра в темном лесу. Покрытая копотью стена давно забытого и заброшенного пионерлагеря, что хранит память о множестве людей. Это действительно важно. Теперь я точно стала частью лагеря. Ура! Первым воскликнул Хайер и похлопал меня по плечу. Круто! Неплохо! Пожала плечами Ульяна, пытаясь скрыть улыбку. Молодец! Хорошо прочитала. Верю. Показал большой палец слон. Да, так трогательно, что я бы даже расплакалась, если бы умела. Объявляю тебя воробьем! Поздравляю! И так далее, и тому подобное. Алиса подмигнула и расплылась в доброй улыбке, какую я еще никогда не видела на ее лице. Хайер сделал шаг назад и оступился, наступив на гнилую доску. Он выронил из рук свой перочинный нож и тот, немного пролетев по широкой дуге, угодил в небольшую дыру в полу. Бляха от ремня! Рукастый ты наш! Все? Скажи, любимые игрушки, до свидания. Да я достану! Хайер стянул кожаную куртку, отдал ее слону и, опустившись на колени, засунул руку в дыру. Так он провозился около минуты. Походу, в следующей серии, ребята, нас ждет увлекательное путешествие по шахтам, как будто мы только что там не были. Да что б тебя! Совсем немного не хватает. Давай я попробую. Ребята удивленно на меня оглянулись. У тебя протез растягиваться умеет? Блин! Может тоже руку оттяпать, чтобы такую фиговину заиметь? Не неси пургу. Ну, удлиняться он, конечно, не умеет, но есть и другой способ. Я замешкалась. Предложила помощь раньше, чем подумала. Снимать протез вот так при всех было очень неловко. Ну и? Ладно, придется. Вы только особо не пугайтесь. Это будет выглядеть необычно. Я медленно стянула протез и подошла к хайеру. Датчики, которые позволяют мне сжимать и разжимать ладонь, встроены прямо в протез. Если просто слегка надавить в нужном месте, то получатся эдакие щипцы. Воробьи были явно ошарашены. Слон даже присвистнул. Крутяк! Достать нож получилось с первой попытки. Больше времени заняла очистка его от пыли, которая огромным слоем скопилась под полом за все эти годы. Спасибо! Пожалуйста! Вдруг с улицы послышалось какое-то шуршание. Хрустнула ветка. Кто там? Перейдя на фальцет, дрожащим голосом спросила Ульяна. Может, животина какая-нибудь забрела? А вдруг это приз? Кончай! Мы не в фильме Гайдая. Призраков и чертей нет. Смиритесь! Никаких комедийных поворотов сюжета в жизни не бывает. Кот прав. Там всего лишь собака. Ничего страшного. Породистая. Походу, Григорьича, охранника, пес. Опять из деревни в лес сбежал. Тут есть деревня. Григорьич охранник. А, ну нет, нашего дедушку звали Георгий Ермолайч, так что, наверное, это не он. Сказал слон, отойдя от окна. Всего лишь собака? Ты на приколе? Ах, да. Ну, можем шугнуть. Если это шарик, то он хоть и огромный, но пугливый. А почему ты боишься собак? Точно я вспомнила. Нам же рассказывали. Патлатый, когда мелким был, его какая-то собачонка сапнула. Вот, собственно, я тоже озвучивала эту причину, почему я боялась собак какое-то время. Он после этого несколько месяцев в больничке провалялся. По пять раз в день кололи. Я после такого тоже бы их стремалась. Хайраш натурально передернула от неприятных воспоминаний. Слон тем временем уже нашел камень и с размаха бросил его в окно. Так, я надеюсь, никакая собака не пострадала. Ой-ой-ой-ой-ой. Попал что ли? Ну не надо ж было прям по собаке. Раздался глухой звук удара. Собака взвизгнула и, по всей видимости, убежала. Походу, и правда шарик был. Путь свободен. Идем. Бешеному подожди, бешеному кабелю или бешеному кабелю, ребят, все-таки это, посмотрите, пожалуйста, свои ошибки и опечатки, а то иногда непонятно, о чем идет речь. Бешеному кабелю и семь верст не крюк. Ты вообще не помогаешь. Идем. Чем быстрее вернемся в лагерь, тем лучше. Все нормально. Нет тут твоей собаки. Давай. Алиса обернулась и махнула рукой Хайру, который все не решался выйти из первого. Еще раз оглядевшись по сторонам, он собрался с силами и быстро юркнул к нам. Только мне кажется, что шарик сейчас выскочит откуда-то. Скорее всего. Хоть это и тупо. Если такое случится, то мы походу реально в какой-то недокомедии. Ах! Псина! А выглядит он страшно. Да чтоб меня! Шарик оказался совсем не похож на своего тезку из мультфильма. Наш шарик был огромной злой собакой с черной лоснящейся шерстью и он явно выбрал своей целью начавшего медленно пятиться Хайра. Практически всех постигла коллективная оторопь. Только Алиса, по всей видимости, следуя примеру Хайра, начала отходить в сторону, на ходу пытаясь достать что-то из кармана своей джинсовой куртки. «Ребят, это полное...» пробормотал он голосом с давленным от волнения и страха, так что почти нельзя было разобрать слова. «Только не вздумай бежать!» «Он же страх чувствует, да? Поэтому меня выбрал!» Вопрос остался без ответа. Шарик припал чуть ближе к земле и очень недобро зарычал. Еще пара мгновений и он набросится на длинноволосого пионера, чье лицо побледнело настолько, что стало напоминать своим цветом мел. И только собака собралась сделать рывок, как ей прямо в нос прилетел увесистый камень. Ну вот опять жестокое обращение с животными. Я, конечно, понимаю, что эта собачка тоже могла бы жестоко с нами обойтись, но, блин, я вообще не могу ни читать, ни смотреть там всякие истории о том, как больно делают животным. Удар был достаточно сильным, чтобы пса повело в сторону, и он, запутавшись в ногах, нелепо завалился на бок. Но он почти сразу же поднялся, неожиданно заскулив, рванул в противоположную сторону от той, куда направлялись мы. Я, конечно, люблю животных, но надо было спасать нашу принцессу, сказала Алиса, рассматривая старую рогатку с порванной резинкой, из которой запустила свой спасительный снаряд. С тебя обещанка потлаты и рогатку еще починишь. Офигеть, спасла. Интермедиа Мельпа, кто жестко стелет, тот крепко спит. Но эту интермедиу мы, друзья, товарищи, с вами почитаем уже в следующей серии. Слава богу, спасибо, что ты, медуза, стоишь в очках. А то, если бы я на тебя посмотрела, то наверняка со мной приключилась бы какая-то неудача. Такая вот получилась серия. Я все-таки наверное оставлю ее как есть. Уже не буду резать ни на какие части. Серия получилась, ну, не считая флирта с Шуриком, который должен был по-хорошему еще в прошлой серии состояться. Вышла очень философской, по-особенному трогательной, что ли. Вот эти все обряды посвящения какие-то и все, что касается дружбы, это прям, ну, это всегда трогает. Мне нравится, что Виола здесь не просто такая, знаете, типичная секси-медсестра, а человек, который действительно может не то, чтобы наставить на путь истинный, но хотя бы выслушать и дать дельный совет. Мне нравится, что Яна все-таки думает о своем поведении, что рефлексирует, знаете, а не просто так, что ой, ну, пойду я там с Шуриком пофлиртую, ой, я это, ой, я то. Она, конечно, там пыталась как-то себя одергивать в этой ситуации, но тем не менее. И вот, несмотря на все неприятные события, которые с нами произошли, посвящение, я так понимаю, полностью все их искупило. С собакой столкновение тоже, конечно, не из приятных было, но хорошо, что все хорошо закончилось. Вроде бы все остались живы и никто сильно не пострадал. Ну что ж, буду рада вашим комментариям. Спасибо, что смотрите. Увидимся в следующих сериях.